Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфарб и Александр Глусенко. Саш, вот тут какая-то очень интересная новость промелькнула, я откровенно говоря не знаю даже как на нее реагировать. Дело в том, что порядка 20 офицеров, участников Всероссийского офицерского собрания, они обратились в ГАГский трибунал с жалобой на ЧВК Вагнера, что там нарушаются их трудовые права. Честно говоря, я почему не знаю как на это реагировать. Люди, которые, так сказать, нарушают уголовное законодательство Российской Федерации о наемничестве, жалуются на нарушение их трудовых прав. Это что-то сумасшествие. Там, смотри, там схема достаточно интересная. То, что вот эта ветеранская организация, это чисто ветеранская организация участников боевых действий, Общероссийское офицерское собрание, она обратилась с жалобой к прокурору международного ГАГского трибунала. Многие из этих вот активистов этой организации сами членами компании Вагнера не являются. Дело в том, что вагнеровцы обращаются к ним. Мы типа ветераны боевых действий. Это люди, которые, в принципе, воевали в Чечне, воевали, может быть, в Афганистане, хотя вряд ли уже много лет прошло, которые участвовали в других вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации, например, или за границей. Они обращаются в эту общественную организацию и говорят, там-то нам не доплатили, там-то не выплатили страховку в связи с ранением, тому-то не выплатили родственникам страховку в связи с гибелью и так далее, и так далее. Они там все застрахованы и так далее. Смысл в чем? То, что договоры, вот эти трудовые договоры, которые заключаются с этой компанией, а они реально заключаются, они вообще не прописывают ничего, что связано с участием в боевых действиях. И не прописывают реальных прав. Ну, приводится там пример такой, свидетельские показания одного из бывших этих самых участников компании Вагнера, что он якобы застрахован был, вернее, друзья покойного сообщают, друзья покойного, вот так вот, убитого. Он якобы был застрахован на 15 миллионов, его привезли домой в этом цинковом гробу, отдали родственникам и сверху на крышку гроба положили 5 миллионов. А 10 миллионов, вот этот перевозчик или вот эта сама компания, которая там рулит этим процессом всем этим наемническим, она забирает себе. А страховку осуществляет якобы страховая компания, совершенно официально изрегистрированная, но естественно тоже под крылом этого Вагнера работающего. Вот. Предыстория, история этой компании, Вагнера так называемого, или компании Патриот, которая вот недавно нарисовалась. Но у меня есть смутное такое сомнение или смутная догадка о том, что это отпочкованная от Вагнера, либо дочерняя структура. Вот. И то, что сейчас масса информации о том, что они в Аюрии и в Сирии, и уже в Ливии, и в Центральной Африканской Республике. И зона их применения расширяется. Там, где появляются финансовые, экономические и прочие интересы так называемого путинского повара. Им удается карт-бланш этому господину Пригожину вводить свои личные, собственные, силовые структуры, решать там свои вопросы по добыче полезных ископаемых. А мы знаем, что эти государства, и Центральная Африканская Республика, и Ливия, и Сирия, все там завязано исключительно на полезные ископаемые. Ему удается карт-бланш на применение этих вот сил и средств. О легализации этих компаний, в принципе, ничего бы не было совершенно плохого, если бы их легализовали и применяли бы на законном основании. Сейчас они же сами жалуются, кстати, вот в этой жалобе в ГААКский трибунал. Жалуются на то, что их в случае какого-либо противодействия или противостояния с компанией привлекают по статье о наемничестве. Это должно было произойти с первого дня, когда я только переступил порог этой компании. Тебе тут же должны были вот так вот руки за спину. И, пожалуйте, пожалуйста, в средственный изолятор, будем с вами разбираться. На каком основании вы готовы совершить четыре преступления подряд. А ведь мы знаем, что любой наемник совершает четыре как минимум преступления сразу. Первое – это само наемничество. Второе – это незаконное пересечение государственной границы. Третье – это незаконное хранение, ношение и применение огнестрельного оружия. Ну и четвертое – если ты кого-то убил или ранил это убийство или нанесение тяжких телесных повреждений. Каждый из них, уже записавшись, поставив подпись под этим контрактом, совершает как минимум четыре преступления. Ну и считай того, что он может еще и мародерством заниматься. Да-да-да-да, ему же что-то кушать надо. Вдруг ему там мешок картошки вовремя не привезли, он пошел у какой-нибудь бабушки там на Украине или в Крыму, где-то там взял курицу, зарезал. Ну же мародерство. Тут государство смотрит на это сквозь пальцы. Более того, есть официальное исследование массовой информации, в частности, радио «Комсомольская правда», которое периодически я слушаю. Там есть смешная передача такая, которая ведет два абсолютно выживших хозума полковника. То есть, вот абсолютно, вот уважаемые зрители, если кто-то, я вот сейчас прямо-таки рекламирую вам, рекламирую полное отсутствие журналистской этики, полное отсутствие психологического или педагогического или какого угодно там такта в области общения. Вот для смеха, если вы хотите поржать в 16 часов по Москве, включите передачу военной ревью. Вы просто будете ржать. Я не знаю, почему господин Сунгоркин, если я не ошибаюсь, главный редактор «Комсомольской правда», почему он этих маразматиков держит на работе, на службе и так далее. Это просто масса сквернословия, масса наездов на любые демократические ценности, какое-то вот унизительное отношение к радиослушкам. Они работают в системе интерактива. То есть, им целый час звонят, и они целый час посылают на три всего буквы всех подряд. Вот. И еще при этом употребляют ненормативную лексику. Вот вопрос. Они, оказывается, являются мостиком, а мы снимали об этом передачу, помните, по-моему, по весне. В апреле или в мае месяце о том, что я их красиво обошел. Оказывается, у этого паранца, так называемого полковника, который никогда в войсках не служил, он всю жизнь прослужил там, где он, журналистом и пресс-секретарем Генштаба. Там вообще два полковника, которых живых солдат руками не трогали ни разу, грубо говоря. Он является мостиком, связующим между радиослушателями и вербовщиками Вагнера. Я на него обманным путем вышел, выпадал у него телефон компании Вагнера и позвонил туда Вагнеру. И мне сказали, когда, куда и с какими документами приходить, чтобы пообщаться с ними по поводу заключения контракта. Ну, я, естественно, наврал, я сказал, что я не полковник, что я сказал, что я прапорщик, служил всю жизнь там в спецназе где-то там, умею морды бить, магазины грабить и так далее. Они сказали, ой, нам такие нужны, приходи быстрее. Вот, серьезно. Ну, то есть, Саш, я так понимаю, что ты сейчас рекламируешь не радио «Комсомольская правда», а ты сейчас рекламируешь «Сумасшедший дом» и предлагаешь нашим зрителям посетить «Сумасшедший дом» в качестве экскурсантов, так сказать. Просто поржать. Поржать, каким не должен быть офицер. Вот у нас многие люди обобщают там военные тупые, военные хамы, военные солдафоны. Вот если хотите увидеть квинтэссенцию, сгусток, вот это вот хамство, того, каким образом армию опускают люди, которые никакого отношения к военной службе не имеют. Один сидит инженер-ядерщик там, по-моему, да, инженер-ядерщик, второй военный корреспондент, который ни взводом, ни ротой, ни батальоном не командовали. Но мы сейчас не на эту тему, просто послушайте, посмейтесь. Но мы возвращаемся все-таки к ЧВК, так называемого «Вагнера». Получается, что они же сами жалуются на данный момент на то, что их кидают. Причем кидают их те, кто формально вообще не существует в природе. Вот о чем речь. Вот это полное отсутствие какой бы то ни было логики. Саш, а у меня тогда вопрос. Вот ты, когда рассказывал, ты сказал, что их используют за пределами Российской Федерации. Вот ты назвал Центральную Африканскую Республику, Ливию, Сирию. А вот я не то, что тебе возражу, я просто уточню. Вот недалее, как со вчерашнего дня обсуждаются эти дикие, это дикое противостояние в Кунцево, в районе нашей столицы. Когда ОМОН стоял не на первой линии, а на второй, а на первой линии и крутили, и били этих людей. Вот эту 70-летнюю бабушку Валентину Локсионову, по-моему, ее задержали ЧОП-овцы. В чем разница между ЧОП и частной военной компанией? Ну, я, во-первых, ее не усматриваю. А во-вторых, на сегодняшний день вот эта чувака Вагнер существует по всем документам и признакам просто обыкновенной охранной предприятии. Вот, 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 вот. И вот, во-вторых, что я хотел сказать, тебе не кажется, что это шаг к тому, о чем ты говорил раньше? То есть, куча олигархов, у каждого своя вооруженная банда, а я называю вещи своими именами, это эти люди вне закона. Своя вооруженная банда, тебе не кажется, что это очень серьезный шаг к гражданской войне? Не белых против красных, а олигархи против олигархов за лакомые куски, вот тебе это не кажется? А страдать будет гражданское население? Вполне такое возможно. Дело в том, что вот этого самого люмпин-пролетариата, вот этих деклассированных, назовем их так, элементов, которые в свое время прошли где-то военную службу, войну, их очень много. Устроиться они никуда не могут. Там, понимаешь, для того, чтобы работать на нормальной работе, чтобы быть там, я не знаю, преподавателем, врачом, журналистом, надо иметь соответствующую форму черепа, да? Ну, так говорят, тут все от формы черепа зависит. Вот когда этой формы черепа не хватает, он идет, записывается в чоп какой-нибудь. Естественно, руководят этим чопом профессиональные военные, профессиональные полицейские, то есть люди, которые умеют все это дело применять. Но дело в том, что они приобретают определенные права якобы по защите собственности, то есть применять физическую силу. Ну, вот эта площадка в Кунцево, да, она принадлежит какому-нибудь там, я не знаю, там, Иванову, Петрову, Сидорову, Ротенбергу, там, Кимченко. Вот. Пришли обычные граждане, пытаются отстоять там свой природный ландшафт. Или наоборот, простых граждан купили и послали. Такое тоже вполне может быть. Мы знаем массу организаций, которые... Нет, они отстаивают свою собственность в данном случае, в Кунцево. Ну, в принципе, да. Но есть масса таких случаев, когда это немножко по-другому выглядит. Вот она, вот она конфликтная ситуация. То есть охранное предприятие занимается защитой якобы от собственности одного человека, от другого человека там, или от группы людей и так далее. Но дело в том, что если силу применяет полиция, их очень легко и просто вычислить. У них у каждого жетончик, у каждого есть определенные порт приписки, скажем так. То ли райотдел, то ли полк, полк патрульно-постовой службы, то ли оперативный полк, то ли ОМОН по городу Москве и Московской области. Это все вычисляется. Потом все это преподносится в средствах массовой информации. Потом начинают судебные диски. А вот этого Шарамыгу, которого можно умолить за пять минут, да? Вот этого отставного ефрейтора, который больше ничего не умеет. Он пошел, схватил эту бабушку, передал ее полицейским еще куда-то там, взял кого-то там, накрячил дубинкой по спине и пропал. Через пять минут он умолен, а директор этой охранной фирмы говорит, а я не знаю, кто такой Вася Иванов. Ну выгнал я его, да и все. И все, и ответственности никто не несет. Так я тебе больше скажу, тут еще один очень неприятный нюанс. Когда идет противостояние граждан с правоохранительными органами, существует закон сопротивление полиции. Это очень серьезная уголовная статья, вплоть до пожизненного. Это очень серьезная ответственность. Полицейского дотронуться до него нельзя. Это очень серьезно. А Чоповец, он такой же гражданин, как и я. На руках у населения, я напомню, 6 миллионов легальных стволов. По неподтвержденным данным, это цифры разнятся, количество нелегальных стволов в 2-2,5 раза больше. Точных цифр, как ты сам понимаешь, не знает никто. И вот если в этой ситуации, вот чего я опасаюсь, или подтвердили опровергни мои опасения. Я опасаюсь того, что вот против этих Чоповцев силу граждане будут применять ответную, понимая, что это уже можно трактовать как самообороны. Да. И дело в том, что применение физической силы, специальных средств с сотрудниками Чопов, ну и оружия в том числе, очень жестко регламентировано законом о детективной и частной охранной деятельности. Там очень жесткие ограничения идут на эту тему. Там, вплоть до того, что имеет ли право Чоповец, например, у тебя проверить документы. А ты представляешь, оказывается, на входе в любую контору, вот ты идешь там куда-то там, где у тебя пытаются проверить документы, а в законе о частной детективной деятельности написано, что Чоповец не имеет права у тебя проверить документы. Так правильно, ты вспомни 11 июля этого года, когда депутата Колю Бондаренко не пускали на заседание Саратовской областной думы какие-то три чичундрика, которые были Чоповцы, я уж там не помню, как охранная фирма-то называлась, и он вызывает Болтышева и говорит, разберитесь, господин мужественный полицейский, что это такое, почему меня, депутата, от меня требуют документы, какие-то чичундрики с непонятными правами. И Болтышев, хотя ему были даны указания, там, не пускать его и так далее, но на указание не официальное, он даже был вынужден сказать, хорошо, вы мне покажите документы, они ему показали, Болтышев сказал пропустить. Да, давай сразу оговоримся, чтобы слушатели, наши зрители поняли, Болтышев это замначальника городского управления по охране общественного порядка, ну, майор или подполковник уже, полиция, майор, вот, суть в чем, вот если подводить итог, вся эта шобла дешевая, начиная от ЧВК Вагнера, включая частные охранные различные предприятия, это одноразовый расходный материал, чтобы за него не нести ответственность. Мы вам заплатим ваши копейки, мы не будем вас страховать и платить за вас в случае вашего, там, ущерба или вашей гибели, вот, но в самый сложный момент мы вас кинем и уволим, и выгоним, и забудем, а если надо, еще и вдогонку выстрелим. Вот так вот, это просто дешевый расходный материал. Чем он выгоден для вот этих вот взорвавшихся олигархов, чем он выгоден для, ну, грубо говоря, людей, которые как бы являются хозяевами жизни, что это материал одноразовый и за него платить не надо фактически. Вот и все. Но, я к этому добавлю, но это материал горючий и крайне опасный. То, о чем вот ты только что сказал, что это может стать первым и очень серьезным шагом к гражданской войне. Вот это очень тоже опасно. Ну что ж, друзья, вы слышали точку зрения полковника вооруженных сил России Александра Глушенко о пикантной ситуации, когда господа, участники ЧВК Вагнера обиделись на то, что их кинули с деньгами. Однако, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Счастливо.